Всем привет! С вами Ир Краш, и сегодня мы начнем проходить Mutant Year Zero Road to Eden, но это демо. Поскольку я купил элитную версию игры, то демку мне дали на месяц раньше, чем выйдет игра, ну и саму игру вроде как дадут тоже раньше. Поэтому, если вы вдруг попали на это видео, а игра уже вышла снизу в комментах, либо сверху там, где карточки, будет ссылка уже на прохождение полной версии. Ну, а для тех, кто смотрит эту премьеру, давайте начинать, чтобы долго не разглагольствовать. Ух, игра немножко подтормаживает, конечно, но я надеюсь, что пофиксят все это дело к выходу. Давайте начнем на нормальном уровне сложности. Игрушка просто фантастическая. Где-то к востоку от ковчега. Очередной день и очередная миссия, в которой мы рискуем нашими шеями ради ковчега. Знаешь, иногда я спрашиваю себя, Дакс, что ты здесь делаешь? И ты знаешь, что ты здесь делаешь? Насос ковчега снова сломан, и Хаммон сказал, что нужно больше металлолома, чтобы его починить. Ну, знаешь, мы бы справились гораздо лучше, если бы он отправил нас куда-нибудь, где есть лом. Зачем ты так нудишь? Погнали, нам надо вернуться обратно, прежде чем фрип закроется на ночь. Ну и персонажи очень болтливые, поэтому меня практически не будет слышно. Поверь мне, я не надоедлив. Заткнись ты. Хочешь узнать, что такое надоедливое? Я могу тебе показать надоедливого. Что ж с тобой не так? Мы в зоне. Держи глаза открытыми и рот на замке. Да, ты это мне сказал всего лишь 9 тысяч раз уже, Бормин. Возможно, вы знаете, возможно, нет. Игрушка чем-то икскомоподобная. Джекпот, мы нашли дофига обломков металла. Это стоит дофига Грога на ковчеге, Бормин. И основана она на настольной версии переиздания древней шведской игры. В воздухе воняет мутантами. Не просто мутантами, сталкерами. Крепкие мышцы, хорошее мясо. Я их тоже чую. Где сталкеры, там и ковчег. А где ковчег, там... Время убивать для Скизикса и Триба. Они близко, 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 близко. Сюда иди, брат. Я на полных след. Ну, и мы подкрадываемся к чувакам сзади. И можем одного из них, наверное, напугать. При этом фишка в том... О! 50%! Черт! Нет, 50% мне не нравится. А если мы вот сюда переместимся, у нас будет 100%, да? И мы его никак не предупредим. Так вот, арбалет, он беззвучный. Поэтому из арбалета мы можем с вами стрелять, не перестрелять. Это будет благополучно этого гадёныша прибивать. Так... Мы снова с вами входим в групповый режим боя. И в игре, ну, механика очень похожа на XCOM-овскую, но есть какие-то уникальные механики, которые они сами сделали. И вот, ну, не знаю, придумали. И это тоже очень-очень дико круто. Так, аккуратненько. Оп! А тут нам рассказывают, что небольшое укрытие нам даёт шанс плюс 25% в защите, а большое аж 75%. Ну, естественно, заход с фланга всё это совершенно нигилирует. Так. Ну, 100%. Отлично. Про покадруг. Вот так вот. Дакс. Хотя, знаете, я не фанат перевода имён собственных. То есть, допустим, я никогда не видел гулей так далеко на юге. Они всё ближе и ближе к опчегу. Что-то происходит, Бормин. Я за то, чтобы бэггинсы были бэггинсами, но здесь Дак и Бормин. И, например, на русский я перевёл это... Дакс, точнее. На русский я перевёл бы это как уткан и кабанчелло. И мы нашли нечто под названием Бройлер 50. Даёт плюс 1 критического урона и 50% шанс обжечь врагов. Но нам надо, видимо, прийти в какой-то воркшоп, чтобы эту штуку установить наружу. Это... Это мы видели одну из таких штуковин, как-то заполненную собаками зоны, да? Древние знали, как строить бесполезные большие куски металла. Ну и фонарик. Мы можем с вами его выключать, тогда мы будем краситься. Со включённым фонариком зато мы довольно-таки бодро бегаем. Единственное, что так нас могут запалить. И нам куда-то вот туда идти, судя по всему. Давайте продолжим наше движение в том направлении. Вроде как демка должна быть пара первых часов игры. Пара гулей. Один из них выглядит так, как будто он сожрал гуля. Лучше перейти в режим ниндзя. Слушай, вырубай фонарик. Если мы прокрадёмся вдоль реки, они нас не заметят. Интересно, кстати. Враги с красным черепом слишком высокого уровня для вашей команды убьют вас. Сбегайте врагов с красным черепом и обследуйте зону, чтобы находить столкновения, которые соответствуют уровню вашей команды. А, так вот. Мне интересно, стоит спиной какой-то легендарной штуки. Мы сможем незаметно пробраться и стырить её. Давайте попробуем. Как-то... Я так чувствую, что... Ай-яй-яй. Да. Я оторву их маленькие сталкерские руки и буду бить их по лицам, пока они не умрут. Их лица слишком уродливые, чтобы их бить. Никто не любит сталкеров. Дайте мне сталкеров. Пусть они придут. Где вы? Даже на ковчеге не любят сталкеров. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, явно видно, что чуваки слишком круты для нас. И мне кажется, даже бесполезно пытаться. О, хотя... Вот тут нечто есть. Но, сдаётся мне, что... Ха-ха. Давайте попробуем. Тихо-тихо прям. Опс. Видимо, эта штука лежит просто, чтобы... Просто, чтобы нас как-то подразнить. Да уж. Ну, шансов совершенно нет. Ну, а с другой стороны я попробовал и теперь могу спать спокойно. О, и переход в новую локацию. Как удачно. Ну, что ж. Погнали. Мы с вами перемещаемся в какую-то кабину, не кабину. Но идём мы вот к ковчегу, который обозначен на карте. Странно, что мы не знаем дороги обратно. Итак. Нам куда-то вот туда. Ковчег впереди. Дом, родной дом. О, я расцелую этот лифт, когда я его увижу. Поднимусь наверх. Приму душ. Выпью Грога с парнями. И выпью ещё Грога с парнями. Сделаю массаж ступней. Ага, будет прекрасно. Чуваки уже мечтают о том, как попадут обратно в безопасность ковчега. Ну, а мы с вами идём и ищем, собственно, вот этот вот скраб. Лагерь. Кажется, здесь жила семья. Жила здесь и здесь же умерла. Ничего так не расслабляет, как горка скелетов. Ну, и нам рассказывают про аптечки. Мы можем их использовать в любой момент, чтобы подлечить наших сталкеров. Если мы лечимся вне боя, то они лечат нас до полного здоровья. Во время боя они восстановят, по-моему, 3 хп. Но... Ой. В общем-то, если сейв скамить, то, конечно, это малополезно. Но лучше не сейв скамить. Вообще, я думаю, когда игрушка выйдет, стоит попробовать поиграть на сложном. Мм. Впереди домик. От него явно несёт гулями. Так мы забегаем вниз, пушки наголо. Слишком опасно. Если мы будем незаметными, мы можем пробраться в хорошую позицию. Хорошая позиция сохранит нас живыми. Выключай фонарь. И нам рассказывают про то, как краса. А если нас не замечают, то мы можем найти как бы вражескую позицию и убить изолированных слабых врагов, используя наше беззвучное оружие. Это может изменить баланс схватки в нашу пользу, уменьшая общее число врагов. В общем-то, здесь нам, видимо, это и предлагают сделать. Ух ты. Но... Какое-то болото. Фу-фу-фу. Общая история мира... О! Это мы возьмем. Заключается, как всегда, в том, что случился апокалипсис, атомная война, и вот теперь наши герои-мутанты. Ну, довольно-таки обыденная завязка, но насколько... Посмотрите, насколько они клево нарисованы. Я голоден. Голоден. Давайте захватим ковчег. Вкусные мутанты. Хочу пожрать мутантов. Ну, давайте. Вырвем их сердца. Раздавим их. Эй! Слышите это? Слышите этот шум? Я слышу свой желудок. Голодный. Убивать! Оп! Кажется, мы успели. Да, кажется, мы успели. О, 100%. Шикарно. Сразу одного из них уберем. Хе-хе-хе. Так. Эй, follow me. А, и у нас ловлап. Итак, когда наша команда сталкеров получает уровни, каждый мутант получает очки мутаций. Очки мутаций можно использовать, чтобы открыть мощные боевые мутации или улучшить характеристики наших мутантов, такие как здоровье или радиус движения. Итак, давайте заглянем. Вот это, кстати, интересно. Бормин. У нас мутации бывают крупные, минорные или пассивные. Только одна из каждых мутаций может быть у нас одновременно использована. бонусы к статистикам постоянные и они всегда работают вне зависимости от того, какие мутации у нас применены. А наш лоудаут может быть изменен в инвентаре в любое время вне боя. Итак, Бормин может увеличить ХП на единичку, потом ХП, 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 это все ПХП? Да, судя по всему. Ладно. Run and gun прямо вот как в XCOM, после того, как мы используем второе свою очко действия, мы можем стрельнуть. Общий смысл такой. Здесь мы минорная мутация можем как бы привлечь врага на себя на один ход. А здесь мы можем уничтожать укрытие и выбивать врагов. А здесь по рту стреляем дважды за одно очко. А здесь мы можем жрать органические трупы, чтобы восстанавливать ХП. Прикольно. А здесь мы неуязвимы на один ход. Вот это вообще нечто. А здесь у нас испускается дым, когда мы получаем урон и 25% к радиусу оружия. Это обалденно. Ну и вот эта штука, она стоит два очка мутации. У нас оно кажется одно. Да. Давайте посмотрим Дакса. Итак, Дакс. У него поинтереснее все. У него первый раз одно ХП, а второй раз уже за два очка, правда, мы можем увеличить его движение на плюс два. Дальше одно ХП опять, еще плюс два и одно ХП. Вот это круто. А здесь у нас есть обилки. Скул сплиттер. Сто процентный шанс крита, но при этом пенальти минус 25% к точности. А здесь мы можем убрать, сделать так, чтобы враг не мог двигаться на два хода. Вот это вот, крылья мотылька. Мы можем летать, представляете себе? Это ломатель микросхем. Мы выключаем механического врага на один ход. А, орлиный глаз, плюс 25% к радиусу оружия. Как можно это не использовать? А здесь у нас пассивная мутация снова, 50% критического шанса, когда мы стреляем с вершины, то есть, например, летая. А здесь опять же, о, здесь у нас невидимость на один ход. И вот эта штука, она удваивает критический шанс, когда мы стреляем, будучи спрятанными. Вот DAX мне дико нравится, но насчет минорных мутаций, у него их на самом деле три, и в принципе мы можем выбрать вот это, вот это, или вот это. Но я сомневаюсь, что мы пройдем мимо радиус оружия, поэтому давайте возьмем вот эту штуку, она нам пригодится. О! И мы продолжаем наш бой. Так, остались еще пара мародеров. Как-нибудь мы можем подкрасться так, чтобы одного из них снять аккуратненько со спины. А? Нас не видит. Давайте попробуем. Бормин, сможет ли он куда-нибудь вот сюда встать? Например, вот сюда. Это один ход, да? если он встанет вот сюда и встанет в Overwatch. А уткам при этом подойдет вот сюда в полную защиту. Ай! А! Ну, к счастью, он нас заметил. Ладно, ничего не поделаешь. К счастью, мы попадаем. Фуф! Так, а второй чувак, ну, в моем, по крайней мере, хитром, хитром плане, должен сейчас пойти и попасться на выстрел Бормана, который опять промахивается. Мы в полном укрытии! Мы в полном укрытии! Отлично! Уткан! А, давай перезарядим оружие. А, так, 25%. Даже, ой, даже не будем ничего пытаться. Давай просто вот сюда вот отойдем в безопасное место. Так, а кабанчик, кабанчик что-нибудь может? Кабанчик может опять же встать в овервотч. Овервотч! Враги здесь не любят засиживаться на одном месте, они довольно-таки подвижны. О! Да ладно, это было попадание чистой воды. Ладно, если мы вот сюда подбежим, 75% шанс крита 10%, а уточка, если вот сюда подбежит, 75% шанс крита 5%. Ну, ладно, давайте утя встанет в овервотч, и кабанчик тоже вот сюда перебежит, и встанет тоже в овервотч. Все-таки будем ждать, когда гора подойдет к Магомеду. Ай! Уф! Ага. А теперь, кстати, кабанчик комбы. Ну, вот сюда успеем выбить? Успеем. И, скорее всего, там у нас будет неплохой шанс попадания. Особенно учесть, что мы теперь как бы его с план, ну, с тыла зашли. Давайте попробуем. Оп! Отлично! А теперь как-нибудь бы нам уткина нет. А, у него, смотрите, у него есть пистолет еще. Так, и если мы подбежим вот сюда, фух, отлично! Так, эм, ну, надо добивать. Держи, друг. Прям в спину просто цинично. Отлично! Ой, смотрите, мы получаем еще один уровень. Конечно, я сомневаюсь, что дальше мы будем вот настолько быстро расти. Ну, пока что неплохо. Давайте сразу эти очки используем. Собственно говоря, у тканчику мы возьмем... Я очень хочу вот это взять, поэтому возьмем хелсбустер. Он прямо сейчас начнет работать. Да, и наш друг кабан получит вот эту мутацию. Он такой... Кстати, кабан, смотрите, вообще прикольно выглядит, да? Ну, такой у него жилет, вообще все-все-все реально стиляжно. Окей, давайте осматривать, что нам тут досталось. бумбокс. Странный говорящий ящик, который шипит на тебя, как змея, когда его включаешь. Иногда, в зависимости от того, куда его поставить, он будет обращаться к тебе пиканьем, свистением или даже слабыми голосами. У него есть удобное слово с передней панели, в котором можно хранить вещи. Какая красота! Древние оставили много уродливого мусора позади, но иногда находишь что-то такое. Интересно, зачем там кнопки? Я бы на твоем месте его трогать не стал. Я не шучу. Оставь кнопки в покое. Да что тебя ужалило? Это бомба, понимаешь? Они называли его бумбокс. Тронь эту красную кнопку и все взорвется. Не надо делать вид, что знаешь, что это за фигня. Мы вернем ее обратно в копчег и покажем Припу. Спросим, что он стоит на черном рынке. Сломанное оружие и чест, который светится желтым. Там светился, кстати, оранжевым, то есть намекал нам на то, что оружие должно быть легендарное. И мы получаем гейпер. Он может уничтожать укрытие и отбрасывать назад врагов. И еще у него... У него 6 урона скрита. Соответственно, если мы его вооружим уткану, а у него уткана есть способность... Ух ты! А вот здесь 8 урона скрита. Вот это вот вообще ата-та. Ну ладно. В общем-то, уткан, но это хороший апгрейд. О! Редкие обломочки. А здесь... Здесь что-то... Здесь ничего. Ну, это был лагерь каких-то... Ой, случайно переключился. Каких-то естественных врагов, мутантов. Мы можем врубить фонарик и дальше топать по дороженьке. О! Тут еще что-то. В принципе, если они говорят, что обломки столь редки, то мы с вами прямо-таки нашли золотую жилу. Место, где этих обломков просто попа и жуй. Что ж, кажется, мы дошли до следующей локации. Да? Естественно, настал конец света. И это твоя вина. Когда ледники таяли, ты ничего не сказал. Когда распространялась чума, ты ничего не сделал. А когда упали атомные бомбы, ты стал ничем. По крайней мере, так говорит старейшина. Но не грусти, тебя должно порадовать, что, несмотря на твои ошибки, жизнь продолжается. В небольшом поселении, высоко над бурлящей рекой, люди живут и процветают. Мы зовем это место ковчегом. Ковчег это последний оплод человечества. Одинокий остров в океане хаоса. В стенах мы помогаем друг другу создавать новую цивилизацию на обломках старой под предводительством нашего лидера. Старейшины. Старейшина говорит, что если никуда не ходить, мы будем в безопасности. Кроме того, за этими стенами растирается зона. Бесконечная пустошь. Братская могила, покрывающая всю планету, засоренная рушащимися памятниками в честь вашего высокомерия. О чем старейшина умалчивают, так это о том, что запасы еды и воды заканчиваются. Поэтому он рассчитывает на сталкеров, приключенцев, которые покидают копчег, исследуют зону и добывают важные ресурсы. Сталкеры достаточно крепкие, чтобы противостоять гниению, и у них хватает мозгов и огневой мощи, чтобы сдерживать гули и зоны. Сталкеры должны быть больше, чем людьми. А вот и я, мистер больше, чем человек. Серич мутант. Я для тебя выгляжу странно, но, эй, ты выглядишь странно для меня. Давай на этом и остановимся. Если сталкеры возвращаются из зоны живьем, ковчег переживает еще один день. Если сталкеры не вернуться, наследие человечества будет потеряно навсегда. По крайней мере, так говорит старейшина. И кажется, вот она заставка игры. Ну, а мы с вами подошли непосредственно к входу в ковчег. О! Кажется, это лифт, который хочет нас туда поднять. дом, родной дом. Лифт прям по курсу. А что у нас тут? Указатель. Куда указатель? Тут что-то пусто. Ладно, будем продвигаться. А туда что ведет? нам нужен ключ от зоны. Ладно. Ладно. Эй, стой! Там два гуля прячутся. Думаю, они хотят прокатиться на нашем лифте. Забудь об этом. Давай обойдем вокруг и посмотрим, есть ли там другие. так, я, к сожалению, когда тихая миссия, начинаю тоже, знаете, сам по инерции замолкать, чтобы никого не это, из врагов не активировать. Поэтому получаются некоторые неловкие паузы, потом мозг включается такой, да блин, они же тебя не слышат. И я такой, да, точно. Но вот пока крадешься, думаешь, ой, как бы мне не спугнуть врага. Опа, смотрите-ка, лесенка. Э, свин, куда ты, куда ты, свин? Так, и давайте свин тоже у нас залезет наверх. Сейчас мы только вперед чуть пройдем. И свин тоже полезет наверх. Так. Теперь я, честно говоря, никого не вижу. Ой. Крепко так спрыгнули. Ладно, тут внутри есть какой-то ништячок. О-о-о-о-к. С таким звуком он упал. Записка сталкера Клары. Чертов стыд. В обмен на эту вещицу Дельта точно бы дала нам обещанную скидку. Вот в чем дело. Работающая искрительная машина лежит к востоку от железного змея в обломочных руинах. Это одно из тех устройств, позволяющих сжигать вещи вместе или типа того. Но, как всегда, ничего хорошего не бывает без ебаного облака дерьма над ним. Чертовы ублюдские гули, которые бродят в руинах, вышли и прогнали нас прочь, прежде чем мы смогли эту вещицу забрать. В следующий раз гули мы вам зададим сталкер Клара. Текс. О, сундучок. Ну. Добавляет 25% к радиусу оружия. Это мы возьмем. Это мы возьмем. А где, где, где уточка? И давайте-ка сразу, наверное, уткану вот этот вот шлемочок и надеял утка со шлемом с уткой как бы. Ну-ка. Кстати. Так. А, у нас радиус 13. А без этой штуки у нас будет обновляться. К управлению конечно надо привыкать. О, радиус 10. То есть целых 3 очка радиуса мы получаем за это. Это неплохо. Так. Что здесь? Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ай-ай-ай. Ага. Вот мы видим и мародера. Ну-ка-ну-ка-ну-ка. Уткин, уткин, уткин. Давай. Успеем? С новым нашим радиусом. Прекрасно. Он реагирует, но слишком поздно. к этому моменту он уже лежит на полу отлично одного мы так вышибли давайте посмотрим еще кого мы видим сожалению нет еще одна птичника так какие у нас еще есть опции видимо надо потихоньку подходить вот к тем чувакам куски оружия кабанчик кабанчик родной пошли кабанчик что-то кабанчик не хочет никуда идти так смотрю да кабан плотно засел чушь делал кабан прям конкретно там засел и не собирается никуда идти кабан блин мать твою вот наконец-то так но я думаю пора нам действовать лучше вряд ли ситуация будет хотя можем отсюда подойти коробка открывается мы заходим в коробку коробка поднимается в ковчег мы забираем их еду мы забираем их пушки мутанты в ковчеге слишком много слишком много мутанты слабые убиваем некоторых быстро мы убиваем некоторых медленному убиваем всех коробка приближается убиваем всех ну пока они тут ждут лифта мы наверное начнем действовать первыми так он у нас станет в овервотч но а уткин а уткин блин блин а тот охотник еще и не стопроцентный килл но мы с вами в хорошем укрытии давайте нам попробуем во но к счастью попадаем ай мы не в хорошем укрытии кстати нифига но ой ой а свинтус ты будешь стрелять черт там еще мародер выбегает еще и встал в овервотч так но я думаю до нас он не дострелит то есть нам бы с вами отступить вот сюда и нам перезарядиться так а свинтус блин свинтус 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 а свинтус может вот сюда подбежать на здесь же у него полное укрытие это же встать в овервотч будем надеяться что вот так это сработает давай свинтус да ну ну хотя бы гаденыш стал так что нам его легко расстреливать что у нас может уткан если могут сюда переместимся шанс 75 процент 75 75 а вот здесь мы будем окружены да а куда может до спринтить наш вот этот друг сто процентов шанс давайте попробуем активируем и что характерно нам чтобы эту обилку перезарядить надо потратить так отсюда 25 процентов давайте прям в упор в лицо ему выстрелим так вот чтобы перезарядить эту обилку нам надо с вами убить несколько врагов я надеюсь мы начнем с этого черт и мы оказываемся в очень неприятной ситуации 25 процентов от спасать его сожалению надо его спасать ну я надеюсь на да да теперь осталось чтобы тот чувак который остался у нас за спиной не смог нас насажать свинца да ладно с такого расстояния до хорош так уточкин вот сюда встанет и давайте он наверное перезарядится так а вот бормин блин а полного укрытия нигде нет да полного укрытия нет нигде печально у нас кстати есть грен а вот человек стоит хорошо в полном укрытии ему вообще ништяк хорошо давайте вот сюда встанем хоть не это и не нравится это же вывернуть так чувак там ждет да то есть теперь получается мы как бы на него охотимся а знаете что я пожалуй даксом сажу аптечку крем бы с ним аптечки восстанавливаются а вот потерянные юниты не очень давайте подождем еще один ход что будет делать чувак может он выберется таки ну окей он немножко переместился и сказать чтобы нас это прям спасало в данной ситуации ну-ка об него можем выстрелить вообще не что-то он далековато ладно будем ждать че у ткан давайте вот суда куда-нибудь он подойдет у него здесь будет укрытие у нее здесь будет полное укрытие отлично тогда дакс подойдет сюда это же станет в овервотч ух я чувствую на максимальной сложности в этом будет играть очень интересно и болезненно вот тварь ладно что у нас может у ткан от кон кстати ничего не может он может перезарить может вот сюда перебежать стать в полном укрытии так а у бормина что он может кинуть о давайте вот так вот ему подарим грену на она еще и зажигалочка ух чувак решил из огня не выходить мне нравится это его позиция ай куда же я куда же я встал вот так вот жалко здесь пригнуться не очень можно и если мы выйдем вот сюда вот сюда мы выйдем то в спину этому гаденышу мы сейчас садим очень сочно шикардос и у нас кстати очередной лавала но мы с вами сначала соберемся у два дополнительных урона открыто 30 процентов сбить врага назад отбросить неплохо что ж и где-то где-то должен быть наш ковчег хотя здесь смотрите еще сияет всякая добри добришко который было бы неплохо собрать доме мы кажется все уже осмотрели эти фонарик зажгем я думаю что еще одного столкновения нам не видать здесь но заправочку мы с вами зачистили так об но и здесь уже смотрите-ка светят прожектора нас можно сказать ждут окей отправляемся в ковчег старейшина встречает нас возле и он говорит что терять нельзя ни секунды миссия слишком важная он говорит что наша миссия это человек этот человек хамон все в ковчеге знают хамона уважают его он наш главный гир хэд отправляется дальше в зону чем кто-либо другой возвращает обратно машины которые позволяют нам выживать он знает как поддерживать работу этих машин как чинить их когда они разваливаются на части благодаря хамону сердце ковчега бьется старейшина говорит три ночи назад хамон взял свою команду сталкеров отправился на север не говоря никому зачем они не вернулись я никогда не видел старейшину таким потрясенным это пугает меня он рассказывает нам что у хамона есть удаленная хижина на севере которая может иметь какие-то подсказки к тому где он может быть я и дакс никогда не ходили так далеко но и старейшина говорит что он верит нас он верит в нас но и мы принимаем эту миссию отправиться в хижину хамона искать подсказки о том найти хамона и привести его обратно живым судьба ковчега зависит от этого ну и теперь у нас есть довольно таки самоубийственная миссия на то чтобы найти товарища хэмона кажется вот этот вот домик который отмечен в знаками вопросика это его жилище но мы еще осмотримся в самом ковчеге что ж давайте посмотрим ну допустим вот здесь старейшина мой дом всегда будет убежищем для вас храбрые сталкин после ваших путешествий зайдите ко мне и я вам дам наставление может быть историю которая поможет вам стать умнее и сильнее и помните наставление старейшая древний какой-то явный гиг бар все хорошие квесты даются барах или тавернах после убойного дня в зоне ты знаешь что всегда можешь прийти к припсу за высококачественным гробом хочешь накидаться никакого бутана никаких отбеливателей только натуральный ингредиент я также занимаюсь мальца о торговле антиквариатом так что если найдешь какие крутые артефакты из пустоши приноси ко мне и я может те что-нибудь дам замен компренды понимаешь ухты а ухты мы что-то можем тут еще какие-то артефактные скиллы качать о мы можем но если у нас остается 0 хп мы начинаем кровоточить соответственно вот это нам позволит кровоточить на два хода дольше перед тем как умереть это отдает каждому члену нашей пати дополнительный слот для гранат и это дает 20 процентов скидку нифига себе ну я думаю гранат пока у нас немного а вот скидка нам не помешает шоп кривоногие бабцы тебе залазили в штанцы так iridia shop здесь у нас скидка а давайте сюда зайдем дельта с фикски хочешь знать как оно происходит за правильную цену я чиню и улучшаю твою дерьмовое обмундирование вопросы есть о мы можем что-то проапгрейдить например можем ли мы что-нибудь сделать с арбалетом а вот мне нравится 50 процентов шанс 50 процентов шанс зажечь врага так допустим о ух ты ух ты а что для этого надо а для этого нам нужны оружейные части жаль ладно а вот сюда мы можем например вот эту штуку присобачить раз это наше топовое оружие получается а можем его на тоже нужно оружейные запчасти ну и магазин ириди нам надо было суда первым заглядывать ну ты все знаешь сталкерам нужен шмот чтобы сохранить их живыми я и рида продаю шмот что не понравится дай мне знать есть только одно правило никогда никогда не тяни за мою цепь потянешь зацепу скормлю твои динг-донги волку зон понял ну и красава удачных покупок есть аптеченьки ухты 20 процентов надо было вот это первым брать это было бы обалдеть как граната молотов дымовуха аптеченьки ладно безопасных путешествий что ж и в принципе мне кажется на этом можно эпизод наш и закончить мы с вами дошли до самого ковчега нам дали крест него выполнять пойдем в следующий раз а на этом спасибо всем особенно спасибо всем кто присутствовал на премьере поскольку это видео я планирую выложить именно как примеру соответственно в момент его проигрывания вживую еще пообщаемся в чате ну и поскольку игра во-первых бета-версия точнее демо версия во вторых я не знаю когда вообще смогу до нее добраться то сказать когда выйдет следующий эпизод не смогу но точно обещаю вам что мы до выхода полной игры дымка обязательно пройдем чтобы но иметь какое-то представление о том что же нам предстоит а вот а на этом пожалуй все всем счастливо всем удачи пока пока да кстати как всегда спасибо андрею фиолетову и максима вову за то что они продолжают поддерживать наш канал вот теперь точно все счастливо и и и и